здравия всем кто зашел на этот канал я елена диригетти вы находитесь на канале марка елена диригетти рыба видео материал называется я не люблю моего мужа ну что делать 10 лет вместе я его не люблю я его обожаю ну как такого человека не любить я извиняюсь за шум потому что я буду делать два дела солить рыбу и рассказывать вам как я обожаю моего марка отрежем на такие вот кусочки наверное даже еще пополам вот на такие складываем в баночку как я не люблю моего мужа ну марка у меня просто замечательный если бы не он не знаю где бы я была может быть встретила бы другого человека а может быть и нет потому что встречала много людей а чё толку то каких-то не оценила каких-то переоценила дело в том что берем соль и вот так солим солим побольше прям вот побольше 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 солим дело в том что когда молодые вообще безбашенные марка у меня третий муж официально но были же еще не официальные мужья как говорится гражданский брак ну вот кого-то переоценила кого-то недооценила и получается что получается что что лучше встретить позже чем раньше потому что когда молодые действительно мы не оцениваем то ситуация когда ты уже был на дне и оттолкнулся благодаря ситуация так сложилось что мы встретились слава тебе господи сложилось мы встретились и я теперь рада до смерти нет это не очень хорошее сочетание я тебе очень теперь рада потому что вы встретились жутко благодарна и он платит мне той же монетой потому что одному человеку тоже нелегко в жизни а здесь такая ситуация слаживалась нет наверное не сложилось опять меня будут поправлять складывалась я вложу семя укропа и семя семя тмина тмина запах чудесный ну вот получается вот примерно вот так да и опять руки пачку главное то что когда встречаешь человека любимого еще под соль тебе кажется что ты его любишь все нормально а потом выясняются какие-то недостатки ты начинаешь его исправлять ну вот лучше сразу сказать не надо исправлять никого потому что это не благодарное дело воспринимаю человека вот на своем опыте марка он далеко не без недостатков и далеко не идеально как человек так же как я так же как и все остальные и что мы к этому видео масло растительное масло любого производства то есть это может быть и вот оливковая как у меня наливаю заливаю вот так теперь мы берем вот такую вот баночку чтобы она внутри входила наливаем холодной воды ну вот так примерно чтобы был груз у нас минуточку надо нам порезать лимончик так же мы берем ножичек сейчас помоем вот я как-то пыталась исправить людей меня пытались много исправить а чё толку-то когда исправляли вообще хуже получалось я добавляю лимончика немножко и вот получается вот такая вот масса рыбная ставлю сверху вот такой груз и ставлю в холодильник и уже завтра будет рыба готова если бы сделала сегодня утром то бы можно было вечером уже кушать ну сделала уже вот во второй половине нет первой половине дня или как второй два часа 30 минут значит неблагодарное дело исправлять людей исправлять людей вообще совершенно не надо нужно искать ту вторую половинку которая бы вас устраивала всеми его недостатками вот не буду рассказывать про недостатки моего мужа а то придется рассказывать и про мои ну вот его все устраивает во мне конечно он говорит мне про мои недостатки я не то чтобы их стараюсь исправить ну как то вот сглаживаю понять что это недостаток и перевести его в достаток то есть объяснить ему если я допустим не договариваю как он говорит врешь я говорю что я вру я просто тебе не все сказала для того чтобы не травмировать твою раненую психику помните я вам рассказывал что мы ходили к психологу с Марком вот хочу сказать это был оказывается не психолог но он мне как то сумбурно объяснил и чтобы до моего понимания дошло кто это такой он мне сказал ну типа психолога думаю как это так выходной день идем к психологу да еще и домой потом он мне объясняет объясняет кто это такой и что это может быть оказывается что это медиум ну по нашему ясновидящий работает она так берет человека за руку проходит какая-то энергия и потом задает вопросы свыше она называет того ту сущность с которой она общается Бертой не знаю почему но вот так вот она ее назвала может быть она ей сказала что она Берта и они общаются она записывает тут же тут же тут же тут же записывает и получается что в итоге она потом она записывает все на немецком потому что она с немецкой Швейцарией и потом оборачивается к нему и говорит то-то 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 так-то 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 такая-то проблема и нужно ее вот таким образом решить а я говорю Марка а я тоже хочу интересный ты какой сходил он удачно как будем говорить удачно у него вот проблема с детьми ну а я ему говорю ну я тебя прекрасно понимаю ну что ты хочешь он говорит я хочу вот так и для того чтобы это свершилось мне нужно сходить вот к этой женщине мне посоветовал брат младший кстати брат его оплатил этот как сказать один визит для того чтобы было ему как бы спокойней хочу чтобы мои дети когда ко мне придут когда ко мне придут за какой-то помощью чтоб они у меня попросили прощения а я говорю здрасьте за что это они у тебя будут прощения просить за то что они себя плохо ведут ну наверное потому что вы их плохо воспитали хотя Марка ну как бы мало проявлял не было у него возможности воспитывать да сильно старшему сыну было пятнадцать лет девочке девочка через пять наверное ей было десять и младшему сыну было четыре года когда его жена с ним захотела развестись не то что там ни с того ни с сего она просто попала в секту ей там промыли мозги и постепенно постепенно она приняла для себя решение что Марка не ее птица полета что ей нужен вот тот который бы ее понимал а что тут понимать она по вечерам там не каждый вечер но пятница суббота воскресенье с сестрой которая до сих пор не замужем все время куда-то выходили какие-то бары какие-то танцульки а он сидел дома с детьми ну лох лохом наши бы сказали мужики но он хотел сохранить семью и ну как бы потакал ей потому что любил ее она интересная внешне она интересная поговорить Марка любит таких умных которые поговорить умеют вот и что же получается ну вот доходилось доходилось я тебя уважаю как брата давай жить с тобой вот как брат и сестра он здрасте как брат и сестра а мне что делать я еще вообще-то молодой ему было 36 36 да 36 лет было мальчонки то и в общем то что делать в такой ситуации тоже ходить по барам и ресторанам это во первых средства нужно а кто будет с детьми сидеть если она пошла он пошел ситуация странная вообще-то законы здесь в Швейцарии все время защищают женщину даже если она ну как бы мягко говорить не права не права тем что ну вот разрушает семью по своим каким-то вот таким вот странностям да дело в том что когда еще изначально они женились встречались они три с половиной года сделан он ей предложение она согласилась а потом ушла ну как бы в депрессию слезы на глазах то все пятое десятое марка уже говорит мама к своей маме Марии Розе обращается поговорила бы ты с ней что происходит я ничего понять не могу чем я ее обидел что она плачет ой да и нет Мария Роза это 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 мои мои какие-то прихоти даже не прихоти а как бы сказать грусть какая-то грусть почем ну не хочешь выходить замуж не выходи оказывается в доме где она воспитывалась где она родилась родители ее так вам говорить воспитывали папа был очень строгий настолько строгий настолько строгий что по башке давал чуть ли не раз в неделю а может и побольше вот за какие-то правильности ну может быть даже легкие правильности и поэтому она решила приняла решение что если выйдет замуж то уйдет из этого как говорится прессинга так оно и случилось плакать плакала вышла замуж родила одного ребенка не сразу они года наверное да через три года она родила ну значит через два года она забеременела через три года родился ребенок и что происходит марка покупает дом покупает небольшой такой домик у них две спальни на мансардном этаже и внизу зал с кухней совмещен вот расстраивать на том месте нельзя было это недалеко вот где у него работа мароня называется местечко расстраивать его было нельзя тут она решила ну не она они вместе как бы говорили что в семье должно быть трое детей запланированный второй ребенок девочка и они продают этот дом снимают небольшое помещение там перекантовываются где-то годик и за это время покупают землю покупают землю вместе с сестрой сестра своих шесть суток а не своих шесть суток но не разделенная напополам а просто совмещенная по документам получается что там рождается еще один мальчик вот третий которому сейчас исполнилось восемнадцать лет и они уже владеют этим домом в общем-то девятнадцать лет дом триста квадратных метров в хорошем месте в экологической чистом ну здесь так будем говорить далеко от дороги мы тоже не сильно близко и после того как мальчонке исполняется четыре года она подает на развод закон защищают женщину тем более с детьми если бы не было детей естественно она бы пошла лесом а так как еще и трое детей и все несовершеннолетние мальчику было пятнадцать девочке десять мальчонке четыре вот полгода вот так потусовали потусовали потом она сменила просто замки и он в один прекрасный день не смог зайти она ему выставила вещички и сказала иди с богом строй свою жизнь не хочешь жить как брат с сестрой будешь мне тут командовать я это не хочу до свидания и у нее еще знаете есть сестра вот эта родная которая младше ее но такая баба с яйцами называется она прикмахер а у нее свой салон и в общем-то такая постоянно ходит на семинары на тренинги семьи своей нету вот сестрины дети то есть дети марка так же как и для нее они дети и когда марка значит вот решает такую проблему то что разделить землю она идет ну говорит я не буду делить землю пришлось подавать в суд и вот в суде уже третий год вот этот вопрос что разделить землю что там решать марка владеет этой землей она владеет этой землей я хочу добавить то что жене было выплачено восемьдесят тысяч франков за то что не она вносила деньги за дом строительство покупка земли это деньги были родителей марка то есть первоначальный взнос какая-то его сумма была заработанная и он так провел что ему дали родители эти деньги это еще было даже нить бы он отлаживал какую-то сумму денег и у нее нет никаких подтверждений потому что она туда не вносила если бы она туда вносила какую-то сумму она бы естественно бумаги эти сохранила здесь кстати все бумаги сохраняются вот в папочке складываются не для того чтобы развестись впоследствии а для того чтобы если что нужно будет доказывать что ты не дурак что это на твои деньги было что-то сделано построено создано не знаю куплено вот и для того чтобы подтвердить о налогах то что у тебя есть какая-то недвижимость ты за нее должен вот ты за нее такие деньги заплатил то есть эти деньги были белыми а не черными идем дальше значит с сестрой мы делим землю никак не разделим последняя визит к суде а здесь судья почему долго потому что много идет процессов и судей очень мало ну у нас вот прямо через суд а что толку то столько народу судится естественно у него время то не резиновое потихоньку вот так вот в очередь ставит каждый раз а она этим пользуется то есть чем дальше тем сложнее и она говорит значит я дарю своим племянникам эту землю а ты подари дом и землю своим детям а он говорит мне не надо делать ну командовать мною что я заработал я сам буду им распоряжаться вот когда меня не будет живых они возьмут этот дом и эту землю то есть как бы по наследству оно им перейдет ну а тут еще я же как бы они же не знают какое он завещание написал а я в завещании совершенно как бы не сильно то участвую то есть завещание было написано все два дома которые вот он купил вот этот и тот построил написаны дети с небольшой оговорочкой вот этот дом в котором мы с маркой живем на данный момент этот дом переходит в мое пользование то есть пока я жива я могу его сдавать я могу в нем сама жить или частично то есть первый этаж могу сдавать вот на втором жить или наоборот или вообще его сдать и уехать в россию ну как я предполагаю может быть такой этаж случится если он уйдет первым если я уйду первым то уж у меня вообще ничего не как говорится моему сыну здесь ничего не перепадывает хотя я с ним веду разговор о том что у него вот земля и бизнес земля которая сельскохозяйственная и его бизнес перешел Алексею то есть моему сыну от первого нашему сыну от первого брака я так всегда говорю для того чтобы на тонком плане ребенок ребенок он уже мужчина чувствовал себя то что у него есть родители хотя папа его жив здоров дай бог чтобы у него все сложилось хорошо ну не очень как папа как папа не очень идем дальше что у нас там по плану деления земли сестру зовут Клаудия чтобы вот если вдруг я оговорюсь сестра Клаудия бывшей жены моего марка последний раз мы были марка был в суде и она предложила вот такой вариант ну он сказал нет и что тогда она говорит ну тогда я хочу продать этот кусочек земли эти 600 так он говорит ну хорошо продавать и судья предлагает марку помочь ей в продаже чтоб это быстренько как бы прошло и тогда при продаже поделили бы землю и все бы были довольны как бы все получается что марка тут же за месяц нашел покупателя по по хорошей по хорошей цене 200 франков за квадратный метр и они также были бы клиентами на строительство потому что он показал сразу два проекта и сказал вот или этот или это предлагаю и они сразу уже согласились на один из этих двух проектов как бы все шло хорошо и последний момент уже где-то через три месяца то есть за месяц уношу клиента пока там все это суть до дела переписывается с ними не разговаривает он переписывается с адвоката на адвоката то есть он дает задание нашему адвокату что-то тому в общем тянули 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 в итоге сказали мы передумали продавать землю опять три месяца прошло теперь вот мы опять стоим в очереди в очереди в суд для того чтобы опять разделить эту землю вот как вам нравится это вот вообще дебилизм какой-то жена не съехала с дома хотя она должна была в сентябре 10 числа съехать с дома когда они разводились и делали ну вот что она остается в доме он с ней судился чтобы ее выселить а он бы с детьми оставался в доме нет судья сказал что будет мать жить в этом доме и она попросила самолично что будет хотелось бы ей там прожить до 18 лет самого младшего вот 18 лет исполнилось и она не выполнила свои условия опять переговоры с адвокатами вот марка месяц назад встречался хотя он в прошлом декабре вот сейчас декабрь подходит сегодня кстати 29 или 30 30 сегодня 30 ноября или 1 декабря ну не помню в общем короче сегодня дня понедельник вторник среда четверг пятница последняя пятница ноября ну вот смотрите какой там день получается что должна была съехать и мы тут не знали что нам делать сдавать ли нам этот дом сдавать ли нам тот дом для того чтобы как-то покрыть эти долги которые у нас в банке потому что 80 тысяч нам нужно было найти за два месяца мы тут вообще не знали что делать нам помог брат старший мужа марка Джон он заложил свою недвижимость и взял вот кредит на на марка и он сейчас вот мы выплачиваем отдали ей 80 тысяч все вроде бы как шито крыто или как сказать все хорошо но теперь она просит опять остаться там жить хотя она уже просила но марка сказал через детей дети когда к нам приходили они говорили мама просит еще раз остаться пожить пока вот Джулиан будет учиться а он говорит хорошо напишите на бумаге и даты сколько Джулиан будет учиться потому что ему еще два года учиться вот но он закончив это заведение может учиться в другое заведение поэтому ну как вот что учиться он может всю жизнь будет учиться потому что вот сейчас мы знаем что знаем не знаем потому что они нам сказали потому что нам люди говорят то есть родственники с которыми они общаются так иногда видятся ну что там какие планы мне девочка говорит сейчас вот после того как она отучилась год поработает а потом опять идет в университет учиться уже на доктора ну хорошо мы согласны учись но нужно как-то дружить с папой чтобы он тебе все это проплачивал а не так нос вертеть как будто он какой-то не знаю оторвила который маму там душил морду ей бил ничего такого не было все прекрасно он прекрасно к ней относился никогда грубого слова да у них были дискуссии на какие-то темы когда она поздно возвращалась но побоев никаких не было и вообще он при детях никогда даже дискутировать бы не стал потому что я знаю Марко какой он человек и в общем то вот такая вот ситуация не очень веселая в конце концов она настроила детей против него чтобы они не общались и вот они теперь и не общаются и он ходил вот к этой ясновидящей чтобы она сказала правильно ли он хочет поступить то есть когда они придут к нему зачем-то почему-то чтобы он им предложат попросить у него прощения за то что они себя так ведут а я ему говорю тогда и ты должен просить прощения у своих детей а он так глаза вылупил и говорит за что я говорю ну как за что маму-то им выбирали вообще-то не они и вообще никто ты сам выбрал ее она твоя ну как бы была любовь ты захотел с ней детей а вообще-то ты мог бы у нее спросить хотя она могла и врать это вообще-то такое распространенное женское женский недостаток может человек врать или просто не договаривать и вот так вот получается что она ему так и сказала оставь детей в покое пускай они живут своей жизнью и значит делают свои ошибки и потом будут оглядываться назад больше так не делать если они посчитают что это ошибка их не хочу сказать что я тоже к ней уже сходила к этой даме и в общем-то я со своими вопросами со своими тараканами ну что она мне сказала во-первых она мне долго рассказывала о моем якобы несчастном детстве ну может быть у меня просто в памяти стерлись те какие-то неприятные моменты из детства да у меня папа был очень строгий и наверное не такой уж он был и ангел но любила во всяком случае я его не знаю почему наверное он меня так любил это такая может быть любовь была я не знаю в общем про мое какое-то неспокойное детство да были какие-то моменты вот и что она сказала что родители мои часто ругались ну наверное кто у нас в России не ругается часто ругались кто-то был кем-то недоволен по-видимому папа мамой вот хочу рассказать один случай что один раз он принес курицу и сказал ей приготовить она ее приготовила супчик и как и как вот человек готовил даже не попробовал на соль да когда он поднес ко рту то тут уже сразу выплюнул потому что она не вытащила у курицы кишки нормально мама сварила супчик из курицы я у мамы родилась ей уже был 33 года то есть это была не девочка 18 лет а вот уже взрослая женщина которая уже был брак изначально вот она как-то вот из курицы не вытащила кишки потому что он ей принес деревенскую курицу а она привыкла что в магазине она покупает кур уже распотрошенных ну как так в жопу не залезть я не знаю ну в общем были какие-то скандалы у родителей наверное потому что вот не хватало каких-то вот моментов по жизни и мама меня старалась оградить я вот рассказываю как она меня говорила что моя проблема в моей жизни это тянется вот из детства ну я так думаю что это у всех такие проблемы и она сказала что мне навязали какие-то программы деструктивные очень ну как выразилась она то есть эти у меня большой потенциал и эти программы как бы вот они мне мешают по жизни продвигаться вот что еще она мне сказала вот написано на листочке меня есть то что не надо принимать близко к сердцу сочувствовать сопереживать людям бывает бывает такое что допустим какой-то фильм смотришь и прямо вот аж сердце сжимается но вот она сказала что это очень вредно для здоровья благодарить нужно почаще за все что у нас есть то есть я стараюсь благодарить даже вот если у меня просто было спальное место где-то в каком-то месте я жила у меня просто не то что там комната какая-то своя была просто спальное место и я всегда вроде бы как благодарила но насколько я помню я стала благодарить может быть когда стала читать наталью правдину вот по феншую и вот с того момента вот я помню что я вот как бы началась вот моя какая-то вот такая жизнь благодарственная а сказал что у меня очень глубокая ностальгия которую я якобы камуфлирую и что мне вроде бы как бы и на меня посмотришь мне безразлично что творится в России и в моем месте где я родилась я из города Волгограда не могу сказать что я прям так страдаю за это место по людям скучаю да скучаю по людям не то что я там это что-то скрываю неплохо себя здесь чувствую там бы наверное чувствовала хуже но она говорит вы страдаете не потому что там плохо или что просто вы наверное давно не ездили я говорю да 7 лет я не ездила